В нашумевшем деле повара-убийцы появились новые подробности. Суд, начавшийся два часа назад, был перенесен на неопределенный срок в связи с резким ухудшением здоровья подсудимого. Тарасин мой, господи. Если увидишь дождь, каждой капле в глаза загляни, и, возможно, меня заберешь по частичке в ладони свои. Ниночка, здравствуйте. Куда это вы собрались? В райцентр к дяде. Я должна быть с ним. А что случилось? Что вы еще спрашиваете? Я не в курсе. Вы меня обманули. Да почему? Я подписала все, что нужно было. С дядей должны были сегодня снять обвинение. Вместо этого ему вызвали скорую. Послушайте, не нужно так кричать. Вас сейчас все равно к нему никто не пустит. Пустит. Давайте я вас подвезу. Раз уж ваш дядя обречен, конечно, я вам помогу. Просто он будет осужден и не выдержит такого длительного срока заключения. Вот. Пройдемте в дом. Нам нужно поговорить. Вот, пожалуйста, справка о состоянии здоровья моего подзащитного и прошение об изменении меры пресечения. Я готов взять Тараса Стабыча на поруки и внести за него залог. Ну, диагноз серьезный. Ну, и поручитель серьезный. Простите, но я считаю, что удовлетворение этого прошения будет ошибкой. Костюк подозревается в убийстве. И это дело получило уже широкую огласку. Да, но... Простите, дайте мне закончить. Кроме того, на поруки подозреваемого собирается взять управляющий отелем, где было совершено убийство. Извините, что я о вас в третьем лице. Ваша честь, эти нюансы и подробности с удовольствием будут запаковать средства массовой информации. Он прав. Отпускать подозреваемого под залог мы не можем. Ну, значит, мы окажем ему медицинскую помощь, но под стражей. Ваша честь, моему подзащитному не смогут оказать квалифицированную медицинскую помощь в больнице при ОС. Его необходимо переместить в частную клинику, где он проходил лечение. Я прекрасно понимаю, но для этого совершенно не обязательно отпускать его из-под страж. Давайте сделаем так. Вы перевозите своего подопечного в клинику, а мы обеспечим охрану. Вы поймите, Нина. Мой клиент был готов выполнить свою часть сделки, правда. Но Семен Назарович не подписал документы о разводе. А что касается вашего дяди, то до приступа его довели односельчане, а не представители обвинения. Каким образом? Ну, вот таким образом и довели. Во время судебного заседания был объявлен перерыв. А рядом с Тарасом Остаповичем вертелись земляки. Сказали ему что-то не то, видимо. А у него здоровье слабое. Вот те результаты. Да, кстати, насколько мне известно, Семен Назарович добивается того, чтобы вашего дядю для дальнейшего лечения перевезли в частную клинику, верно? Так вот, если вы хотите, чтобы сторона обвинения не возражала против этого, держите себя в руках и оставайтесь в этом доме, ладно? Как дядя себя чувствует? Я все узнаю и завтра с вами свяжусь. Если честно, я сам очень хочу поскорее закончить это дело. Ей-богу. Теперь все зависит от вашего мужа. И да, Нин, я вас очень попрошу. Не делайте большие глупости, ладно? Это в ваших интересах. Ну все, мне пора. Всего доброго. Всего доброго. Красота. Да, Эдуард, я слушаю. Добрый вечер. Нина только что чуть не отправилась проведывать больного дядю. Дого я задержали, она в доме? Да. Хорошо, что я вовремя появился. Не знаю, насколько у нее хватит терпения, но в любой момент она может сорваться и нарушить все наши планы. Ну, нужно надавить на Семена. Он должен срочно подписать документы о разводе. Есть еще одна проблема. Звонила Яна Юрьевна. И она настаивает, чтобы я вернулся в Львов и занялся делами фирмы. Она не хочет, чтобы я продолжал работать на Львове. Послушайте, я завтра встречусь с Яной, мы решим с ней этот вопрос, и я вам сразу сообщу. Все будет хорошо. Не беспокойтесь, Эдуард. Да, всего доброго. Ой, что ж делать. Анника, а ты далеко? Хочу перед сном прогуляться, свежим воздухом подышать. А что? Ой, ты, я хотела с тобой поговорить. Угу. Ну, что, интересно. Да, важно. Ты с Семеном беседовала, как он вообще держится? От него уже на молодая сбежала. Да уж, выкинула женушка Финт. Ну, конечно, Сема переживает. Ну, разве с ним поговоришь? В последнее время стал какой-то агрессивный, скрытный. Что ты хочешь? Он же ее любил. Да. Кто-кто о Семову без любви не женился. Послушай, надо все-таки с ним поговорить. Меня он к себе не подпускает. А меня что, подпустит, что ли? Ну, вы все-таки брат и сестра. Понимаешь, нужно открыть ему глаза на эту аферистку. Слава богу, что она сейчас сбежала, пока нет детей совместно нажитого имущества. Ну, он не может адекватно оценивать ситуацию. Сейчас, Ника, ты должна подсказать ему выход. Что чем быстрее он подпишет документы о разводе, тем скорее эта аферистка исчезнет из его жизни. Да, ты права, я тоже об этом думала. Завтра поеду и с ним поговорю. Да, спасибо, молодец. Ой, молодец, Марина. Люблю делать добрые дела. Чужими руками. Ла-ла-ла. Спасибо. Привет. Привет. Чего так рано? А я в бассейне плавала, стараюсь поддерживать форму. Молодец. Завтракать будешь? Угу. А, молодой человек, повторите, пожалуйста. Сем, я хотела с тобой серьезно поговорить. О чем? Мама сказала, тебя Нина бросила. Давай не будем об этом. Ой, Сема, Сема. Мне так тебя жалко. Хотя, если честно, я с самого начала знала, что ваш брак обречен. Ну, кто она такая? Сельская девчонка, любовница Максима, жена какого-то бандита. Я бы очень удивилась, если бы она стала тебе хорошей женой. Сем, пойми. Но ты для нее слишком умен, интеллигентен. Она же совершенно другого поля ягода. Причем подпорченная. Ты ее не знаешь. А ты ее знаешь? Сем, да ей элементарно стало с тобой скучно. Ну, пойми, 18 лет, ну, хочется каких-то страстей, любви, драйва. А не скучных бесед о религии. Это ты, 18 лет, искала приключения. Нина другая. Ей важен дом, семья, душевное тепло. Ну, ты же все ей это дал. Почему она тогда ушла? Братик, братик. Что же мы с тобой такие невезучие? Мы. Мы? Олега помнишь? Я так по нему скучаю. Интересный где он? Найди его. Ну, а смысл? Все равно он не хочет меня видеть. Там у твоей двери двое в форме стоят. Боятся, что сбежишь. Тут дыхаешь через раз. А я тебе котлеток принесла. Поровых, телячих. Правда, сумки позабрали. Мабуть, передивляться, что тебе можно, а что не. Но котлетки, это же само здоровье. Покормлю тебя зараз. Так, держись. Тарасик, чуешь? Все минается. А где Нина? Найдут. Найдут Нину всю нашу. Не бойся. А я вот что сказать тебе хотела. Адвокат наш. Умничка. Договорился, чтобы меня к тебе пускали. И делает все, что надо. Я сомневалась сначала, а теперь бачу, что молодец, грамотный. Вот хорошего нам защитника Семена Назаровича нанял. Хорошего. Ладно, чтобы Нина знайшлась. А я уж как-нибудь. Держись. Ну что, ты поговорила с Семеном о Нине? Одно твердит, ты ее не знаешь. Я уж ему и так, и этак. Все бесполезно. До сих пор не верит, что она от него ушла к другому. Все надеется, что вернется. Сыночка. Привет, племяш. Доброе утро. Доброе. Завтракать будешь? Нет, только кофе. Катя, принесите чашку для кофе. Какие планы у тебя на сегодня? Работать буду в отеле. А ты? Я что я. Спасибо. Доброе утро, приятного аппетита. Доброе утро, спасибо. Я с собой займусь. Переберу свой гардероб, веселье. Ну, мало ли, делу дома. Дома. Ну, отлично. Все, убежал. Всем хорошего дня. Пока. Пока. Доброе утро. А не подскажете, по какому поводу здесь так много журналистов? Вчера сюда привезли подсудимого. Громкое дело, убийство в райском месте. Слышали? Ну да, по телевизору трубят. Мне кажется, я вас знаю. Да нет, вы ошиблись. Да, вы бренд-менеджер из райского места. Я вас вспомнил, вы проводили брифинг для журналистов. Скажите, как себя чувствует ваш супруг? Дайте пройти. Сколько вы заплатили, чтобы суд признал вашего мужа больным и принял его сторону? Кто заплатил, я? Без комментариев. Пропустите. Скажите, а раньше проявлялись садистские наклонности вашего супруга в семейной жизни? А ты про Тараса? Скажите, что вы думаете о убийстве, которое произошло в вашем отеле? А я о нем вообще не думаю. Я болею, лежу здесь в стационаре. Так что все самое интересное прошло мимо меня. Жаль. Знаете, что я вам посоветую? Езжайте в Михеевку. Неподалеку здесь село такое есть. Зайдите в Сельмак и спросите местных жителей о Тарасе. О том самом Тарасе? О том самом. И о его племяннице. Девушка за несколько месяцев сделала головокружительную карьеру. Из поломойки до хозяйки отеля. Езжайте, не пожалеете. Так я и думал. Мамины планы резко изменились. Я чувствую, что люблю его больше, чем он меня. Он какой-то самодостаточный, что ли. И когда я понимаю, что он во мне не нуждается, это меня обижает. У вас, Кристина, любовная аддикция. Что? Любовная аддикция – это страстная нездоровая привязанность к партнеру. Это сродни наркотической или алкогольной зависимости. То есть, подождите, вы хотите сказать, что я больна и одержима? Мне все понятно. Вы, как и мой отец, хотите, чтобы я рассталась с Максом. Этого не будет. Даже не хочу продолжать этот сеанс. Любовная аддикция – это болезненно мешает нормальным счастливым отношениям. Я вовсе не считаю ваш брак безнадежным. До свидания. Яночка, извини, что я не поставила тебя в известность. Да, это ты зря. Тихо, за моей спиной. Я была в отчаянии. Ты Нина, это аферистка. Да-да, знаю. Черт-то я не слышно. Я очень тебя прошу, не забирай своего адвоката. Мне так нужна помощь. На что ты вообще рассчитывала? Провернуть такую авантюру. Ну, я, честно говоря, я думала, что Семен получит письмо, обидится, все подпишется, уйдет в монастырь. Ну, и освободит место управляющего для Макса. Но он же верующий человек смиренный. Где он смирения? Почему он не принял свой крест безропотно? Вот эти разговоры о смирении просто был там. Знаешь, странный. Вместо того, чтобы вычеркнуть из жизни девицу, которую я выбросила, он выясняет, кто ее заставил это сделать. Нормально вообще? Марин, дальше что? Так, дальше. Мы будем подталкивать Семена к разводу. Ну, мы же не можем постоянно держать Нину в заперти и оттягивать суд. Ну, не бойся. Не волнуйся. Ни тебя, ни Антона это не коснется. Я не собираюсь вас впутывать. Я выкручусь сама. Ладно. Оставлю тебя, Эдуарда. Ненадолго. Все. Мне пора. Угу. Удачи. Спасибо. Пока. Алло, Эдуард, здравствуйте. Ну, смотрите, все нормально. С Яной я переговорила. Мы с вами продолжаем работу. Я сейчас во Львове, но выезжаю в Ожгород. Как буду подъезжать, я позвоню. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи Продолжение следует... День добрый. Извините за опоздание. Продолжаем сотрудничество? Семен не поверил письмо. Заставьте Нину написать еще одно, но, пожалуйста, более убедительное. Напомните, что скоро очередное заседание суда. И если Семен не подпишет документы, то сделка будет аннулирована, а ключевой свидетель даст показания против ее любимого дяди. Вы меня поняли? Хорошо. Я постараюсь. Всего доброго. До свидания. Ой, Боже мой. Здравствуйте, Семен Лазарович. Здравствуйте. Присаживайтесь. Ну, есть новости? Мы проверили аэропорты Ужгорода и Львова, автостанции, жидовокзалы. Нигде на фамилию Марченко билеты не покупались. Если она уехала из области, то только на машине. Так, а что Сливко? Дзюба в колонии. В последнее время свидания ему не давали. Его подельники в розыске. Видимо, залегли на дно и нигде не светились. Очень хорошо. Спасибо. И все же, где искать Нину? Любовная дикция – это дикция отношений с фиксацией на другом партнере. Так, ясно, ясно, ясно. Такому заболеванию больше подвержены люди с низкой самооценкой. Нет, ну это вообще не обо мне. Любовная дикция редко переживает моменты счастья. Он часто находится в состоянии беспокойства, ревности, недоверия, сомнений. Зависимый отталкивает своим поведением от себя партнера, провоцирует его на разрыв отношений. Отталкиваю. Привет. Привет. Как ты, доченька? Нормально. Нормально? А как прошел визит к Юлию Генриховичу? Хорошо. Да? Класс. А чем занимаешься? А я к дипломной работе готовлюсь, материал собираю. Ты моя маленькая умница. Молодец. Готовься. Спасибо. Ну я тогда не буду мешать. Я пошел? Да. Молодец. Пока. Семен, здравствуй. Пишу тебе еще раз. И повторяю. Я полюбил другого. Пожалуйста, отпусти меня. Я все равно никогда к тебе не вернусь. Ты только зря мучаешь и себя, и меня. Подпиши бумаги и забудь меня. Очень тебя прошу. Замечательно. Только восклицательный знак поставьте, пожалуйста. Вот тут. Он не поверит этому письму. Почему? Вот этому поверит. Семен Наз... Семен Назарович, спасибо за все, что вы сделали для меня. Простите меня и, пожалуйста, подпишите документы о разводе. Я сейчас не могу объяснить, почему, но это для меня жизненно важно. Нина. Что за чушь? К мужу на вы? Да. К мужу на вы. Врёте. Как хотите. Оставляем этот вариант. Пожалуйста, здесь восклицательный знак. Что, Марьяна, арахис будешь? Вкусный, хоть не прелый. Такое. Ну так зачем травиться-то? А что делать, Марьяна? Ой, хотя верно, Руся. Скажи мне, что в нашей жизни хорошего? Угу. Ни мужиков, ни заработков. Вот не, чтобы какой-то Турции, Египет, чтобы в морях ихних с ихними рыбками покупаться. Так нет вот это. Сиди, ковыряйся тут, Руся. Предел мечтаний. Летить. Здравствуйте, девушки. И вам здоров, молодой человек. А вы что-то купите или как? Ну, вы выбирайте. У нас всё высшего сорта. Крупы, булочки, консервы рыбные. Печенье. Нежность с топлёным молоком. Тает во рту. А шоколад есть? Полно. Выбирайте, какой вам надо. Молочный. Две плитки. 22 гривни 60 копеек. Сдачи не надо. Деньги убери. Прощайтесь, девушки. Да, спасибо. А можно задать вам пару вопросов? Кому? Обеим. Ну, задавайте уже свои вопросики. Скажите, что вы знаете о Тарасе Костюке и о его племяннице? А всё знаем. Племянницу Тараса Минкой зовут. Распытная девка, хочу вам сказать. Сколько мужиков испоганила ця шлёнтра. Она от законных мужей бегает. Сначала отливкать зюбы. Потом от Семёна Марченко, это той, что владелец райского места. А вы что, не знали? А о Тарасе, о убийстве в райском месте? Я думаю, что это Нинка убила врача. А Тарас на себя взял, чтобы её прикрыть. Тарас же никого убить не мог. А Нинка могла. Иначе зачем мне убегать от такого завидного мужа? От правосудия скрываться. От честного нашего правосудия. Да-да, войдите. Здравствуйте. О, Кристина. Рад вас видеть. Проходите. Располагайтесь. Ну, что расскажете? Какие мысли вас посетили после нашей встречи? Ой, разные. Я, наверное, почитала немного в интернете всякой информации про любовную аддикцию. Вы знаете, очень много нового для себя узнала. Я как-то раньше не думала, что моё отношение к Максиму какое-то нездоровое. Но вы были правы. Вы молодец, Кристина. Вы сделали правильные выводы. Скажите, пожалуйста, а можно как-то сохранить любовь и избавиться от зависимости? Более того, просто необходимо от неё избавиться. Понимаете, существует пагубный цикл, в котором находится зависимый человек. Сближение с партнёром. Конфликт. Отдаление. Отчаяние. Попытка сблизиться снова. Короткий период покоя. И опять конфликт. И с каждым витком проблемы всё глубже и глубже. Нарастает раздражение. Исчезает умение радоваться жизни. Да. Вы знаете, вы правы. Вот я когда только начинала с Максимом встречаться, я чувствовала себя какой-то окрылённой. А сейчас, даже когда мы рядом, я не чувствую себя счастливой. Мне как-то тревожно, вспоминаются прошлые обиды, и я жду новых ссор. Главное в преодолении аддиктивного поведения – это его осознание. Вы его осознали. Значит, у нас есть шанс победить вашу зависимость. И вы обязательно будете счастливы со своим мужем. Аэропорт. Продолжайте работать. Да, на связи. Пока тихо. Письмо от Нины. Что там? Всё тоже. Подпиши бумаги на развод. Прощай. Почерк её. Может, это действительно её требование? Это почерк её. Текст, не её. Подпиши, прости, забудь. Но не могла она так написать. Чего? Не вижу ничего странного. Нина наедине называет меня на «вы». И по имени-отчеству. Нет, не могла она так написать. Если честно, я с самого начала знала, что ваш брак обречён. Ну, вот кто она такая? Сельская девчонка, любовница Максима, жена какого-то бандита. Знаешь, я бы очень удивилась, если бы она стала тебе хорошей женой. Извините, мне нужно уйти. Всё хорошо, Марина Георгиевна, а скоро будете ещё лучше. Ладно, я признаюсь, вы только Макса не говорите, хорошо? В общем, я работаю с очень хорошим психотерапевтом. Он такой молодец, всё разложил мне по полочкам. Да, учусь строить семейные отношения. Так что скоро в нашей с Максом семье будут мир и покой. Я тоже очень рада. Всё, передавайте привет моему мужу. Да, до свидания. Да о чём ты говоришь, Илона? Илоночка, не начинай, у меня всё по плану. 7-8 сеансов, и Кристина полностью избавится от этой дурацкой влюблённости. А там и на развод подаст. А что Максим? Звонил ей? Слава Богу, нет. Ни разу. Ты представляешь? Нет. Я, конечно, всегда знал, что он абсолютно не любит мою девочку. Только разве ей это объяснишь? В принципе, как и тебе, что-то можно объяснить? Ну ничего, я не ошибся с выбором психотерапевта. Юлий молодец, он избавит, излечит Кристину от этой пагубной любви. Увидишь. Ладно, то всё. Такой, а как ты, дорогая? Здесь, на Мальдивах, так прекрасно. Жаль, что ты не рядом со мной. Я очень по тебе соскучилась. Я дома. Кристиночка, доченька, поздоровайся с Илоночкой. Привет. Привет, Крис. Всё, дорогая. Папа, до связи. Дотя. Доченька. А что случилось? Устала. Тёмная старит. Да. Пора избавляться от всего этого барахла. Скоро появятся морщинки, щёки обвиснут, глаза потускнеют. Господи. Сёма, ты что так врываешься? Что такое? Ты знаешь, где Нина? Кто её заставляет писать мне письма? Ты! Ты что, с ума сошёл? Говори всё, как есть. Быстро, немедленно говори всё, как есть. Да я понятия не имею, где твоя Нина? Имеешь. Сёма, да что ж такое? Мне тебе поклясться, что ли? Нина? Нина – дом. Ты прихlli, кого каждый? Ты не чуё. Нина род oxen. Нина – неправда. Нина – bouм, interests не меня и не выдержусь. Нина – унибу посеки! Нина. Нина – унибы к листии. Нина – унибв don, ощённость. Господи, дай моему дяде здоровья, а мне с Семеном Назаровичем терпение, врагам. Господи, дай Максиму и его родным мудрости. Пускай оставит мою семью в покое. Сделайте выздоровление приоритетом вашей жизни. Что для этого требуется? Для этого требуется более внимательное отношение к себе. Может быть, впервые в жизни вы станете воспринимать себя как личность достойного уважения. Кристина, что-то не так? Ничего, просто нет настроения. Вы хотите продолжить сеанс? Тогда, может, мы перенесем нашу встречу? Вторник, 13.30. Вас устроит? Вполне. Это все? Да, все. До свидания. До свидания. Алексей Дмитриевич, похоже, что Кристина сбежала. Что? Я привез ее к психологу, ждал у машины. Но прошло столько времени. Я поднялся за гляну к врачу. Тот сказал, что она ушла два часа назад. Ты чего? Где она? Клянусь, я глаз не спускал с входной двери. Но в этом здании, как оказалось, есть еще один выход. Кто знал, что она сбежит? Ты уволен, понял? Вас очень сложно застать на месте, Семен Назарович. Мне очень повезло. Простите, у меня мало времени. Присаживайтесь. Да. У меня всего несколько вопросов по поводу исчезновения вашей жены. По этому поводу я не буду давать интервью. Уверяю вас, об этом нужно говорить. Общественность обратит внимание. Полиция ускорит поиски. Мы вам поможем. Пожалуйста, покиньте мой кабинет. Вы недооцениваете роль журналистики. Наша деятельность очень необходима. Она полезна. Казалось бы, безнадежные расследования. Благодаря журналистам... Пожалуйста, выйдите отсюда и покиньте территорию отеля. Уверяю вас, вы абсолютно... А если вы будете вмешиваться в мою частную жизнь, я поддам на вас в суд. Понял. Ухожу. Марина Георгиевна, вы просили присмотреть за вашим домом, который неподалеку от меня. Да и что? Какие-то проблемы? Да нет. Просто вы сказали, что дом сдали мужчине. Совершенно верно. А я вот как-то случайно в окне увидела женскую фигуру. Ой, Леночек, ну неужели ты думаешь, что мужчина не мог пригласить к себе женщину? Ну, почему мог? Потому что знаете, как бывает? Снимут жилье на долгий срок, а потом сдают его посуточно. Вот я и забеспокоилась. Ну, что, спасибо тебе за бдительность. Я завтра поеду сама все проверю. Вот так, да, так, хорошо. Вот так, так, сядь. О-о-о. Отпусти меня. Отпусти меня. Так уходи ее на диван. Все, встань в дверях. Ты что себе позволяешь? Я спросил, ты что себе позволяешь? Я тебе что, мальчик, бегать в поисках тебя по всему городу? Думаешь, у меня других дел нету? К Максиму она своему недоделанному собралась. Уж никому не верю. Я никому не верю ни тебе, ни твоему психологу. Ясно? Я все равно уйду к Максиму. Все равно. Ой, 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 ой. Успокойся. Пей давай. Пей. Не хочу. Так, я сейчас вызову скорую и сдам тебя в психушку. Так, стоишь в дверях, не спускаешь глаз. Понял? Пока не вернусь. Пей. Ради бога, сядьте, успокойтесь. Спасибо. Я подстаю. Я вообще-то думал, что имею дело с профессионалом. Это что у нас? Сертификаты, грамоты, антураж и бутафория, да? Нет, это не бутафория. Не бутафория? Тогда почему состояние Кристины настолько ухудшилось? У нее истерики. Она вне себя. Я ее такой еще ни разу не видел. О чем таком вы говорили? Что после сеанса с вами она тут же рванула в аэропорт и пыталась улететь в Украину. Сеанс, можно сказать, не состоялся. Кристина пришла, но она была закрыта, подавлена. Сказала, что не в настроении. Я перенес встречу на вторник. Такое иногда бывает. Кризис как раз напротив говорит, что мы на верном пути. Случай оказался более сложным, чем я предполагал. Я считаю, что для полного излечения Кристины необходимо применить парную терапию. То есть, чтобы на сеансе присутствовала и она, и ее супруг. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Алло. Ну, как там Кристина? Все так же. Лежит неподвижно на диване и плачет. Ладно. Передай ей, что я срочно вылетаю в Ужгород. Так и быть. Сегодня же доставлю ее, Максима, во Франк. Можешь быть в свободе. Нина! Нина! Нина, слава богу, я тебя нашел. Поехали, я отвезу тебя домой. Ага. То есть, вам мало того, что мой дядя при смерти, что я подписала все нужные документы, что сижу здесь одна безвылазно и схожу с ума от неизвестности. Вам этого мало. А где он? На улице? Вы хотите, чтобы я вышла из дома, а потом адвокат скажет, что я нарушила условия, да? Убирайтесь! Я не выйду отсюда, пока дядю не отпустят. Убирайтесь, убирайтесь! Иначе я за себя не отвечаю. Так, бей. Ну, давай, давай. Давай, бей. Ну? Ну, бей! Раз ты уверен, что я все устроил, бей, ну! Петь, я прошу, возьми на себя контроль работы всех служб отелей. Мне нужна помощь. Семейные проблемы, сам понимаешь. И Макса почему-то везде нет. Конечно, помогу. Не волнуйся. М-м-м, ясно. Тут мне отписали несколько охранных фирм. Я им дал ориентировку на Нину. Они занимаются охраной торговых центров, супермаркетов области. Они просмотрели огромное количество видеозаписей. С момента исчезновения Нины она нигде в их магазинах не появлялась. Возможно, ее держат до запрети? Возможно. О! Тут еще и пресса оживилась. Что пишут? Пропала племянница Тараса Костюка, подозреваемого в убийстве врача отеля «Райское место». Пропала неспроста. Она, видимо, знает какие-то важные факты, поэтому скрывается от следствия. Есть версия, что убийство совершил вовсе не дядя, а его племянница. Бред. О! И еще статья. Здесь вольное изложение биографии вашей жены. Так, самая быстрая карьера. Поломойки до хозяйки отеля. Путь через постель. Журналистика на высоте. И что ты будешь делать? На всех в суд не подашь. Позавчера продиктовал мне второе письмо. Семен, наверное, уже прочитал. Так, собирай вещи, и я отвезу тебя к мужу. А там и с этим адвокатом разберемся. Не могу. Если выйду, дядю посадят. Нет, этого не случится. Я сегодня же разберусь с теми, кто держал тебя здесь. И потребую отказаться от обвинений против Тараса. В противном случае я расскажу полиции, как тебя шантажировали. Субтитры создавал DimaTorzok Так, может, это Эдуард Сергеевич нас преследует. Окей. Вот сейчас и разберемся. Кто вы такие? Что вам нужно? Ну, здравствуй, зятек. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»